доброго времени суток мои дорогие друзья и ученики сегодня по просьбе одной из моих учениц я разбираю с вами выкройку такого медицинского халата картинка вы уже сейчас уже увидели можете там стоп-кадр сделать чтобы ее более детально посмотреть а что нам нужно сделать перед тем как разбирать выкройку мы должны сначала с вами ее зарисовать вид спереди и вид сзади хотите сами тоже возьмите и потренируйтесь и порисуйте обязательно отражаете все нюансы этой модели рукав я предлагаю все таки его делать на основе рубашечной выкройки манжет там не отдельно притачивается а просто подворачивается рукав смотрите как вам будет удобно можете длинный рукав делать и подворачивать но лучше делать три четверти рукав где-то 40 45 сантиметров зависимости от длины рукава которую вы делаете на себя или на клиента и потом подворачивается значит что мы еще здесь видим у нас такой вот рельефный такая линия булза носа красивая долгое на нее конечно смотрела думала даже сначала что там какая-то планка притачена в общем что-то там выдумал а потом смотрела в более хорошем качестве на самом деле там все очень нетривядно и очень просто далее я сейчас вам покажу как как найти эту линию здесь переведенная нагрудная вытачка накладные карманы которые втачиваются в боковой шов что здесь еще вот это вот линия стойки спереди она очень хорошо прилегает и как подкрайная сейчас я вам покажу как ее отразить что еще я думаю что здесь наверное прибавка по груди которую вы можете взять где-то три сантиметра в районе трех сантиметров если хотите более свободное возьмите около четырех сантиметров по талии тоже где-то 3-4 сантиметра по бедрам где-то примерно 2 и видите я не увидела там никаких талиевых вытачек не рельефов ничего сначала подумал что какой-то там быть бачок но честно говоря особо никто не будет заморачиваться по поводу бачков на медицинском халате надо очень быстро пошить и продать чтобы это было доступно и недорого потому что эти вещи очень часто выходят ну вести рываются скажем так снашиваются и надо новый покупать то есть оно не должно стоить очень дорого поэтому и в пошиве оно должно быть не долго а быстро хороший результат конечно получить так значит что я тут еще увидела что здесь все таки на таких вот петельках уговички пришиваются петелька ну берется например там от 0 5 где-то в районе 0 5 0 7 сантиметров выворачивается такой жгутик ну например берется полоса 4 сантиметра сгибается сложенном состоянии друг на дружку лицом к лицу и прострачивается где-то на 5 миллиметров максимум на 7 миллиметров от края если можете меньше еще лучше там 4 3 миллиметра если вы в состоянии потом вывернуть и смотря какая ткань потому что если сильно плотная будет то будет очень сложновато хотя я когда-то из пальтовой ткани такие вот прямые полосочки выворачивала и вот так вот выкладывала по всему воротнику по манжетам по этим карманам листочку ну можно конечно пальцы потом болели но ничего но главное когда вы его соединили прострочили два с половиной миллиметра стежок шире длиной и линию ни в коем случае ровно не обрезайте обрежьте его так вот плавной линии а как вот ну как морская волна потому что если будет ловно ровная линия она будет осыпаться и вы пока вы верните она уже все сыпется начнет вылазить самострочка то есть такой вот на где-то 2 3 5 миллиметров от края вот такая вот плавная линия это припуске имею ввиду там за кончик хватаете 24 сложения нитка и закрепляете и протаскиваете есть это видео как делать мы там вешалочку для пальто делали это вот как пошить пальто она такого бежево-молочного цвета буквально может где-то недели три или четыре мы назад прикладывали посмотрите там там есть как раз мастер-класс как это делать вот ну длину петельки будете смотреть по пуговице чтобы она красиво сидел чтобы она могла застегнуть по ширине пуговицы 3 сантиметра пуговицы где-то 2 2 с половиной 1 и 8 но не полтора маловато будет где-то в районе двух сантиметров это пуговица стоит значит единственное вот я все тут пыталась как-то смотрела что вот количество пуговиц принципе я отразила как на основном на основном изделии которую вы видели в начале вот эту картинку раз два три 4 5 6 6 пуговиц то есть нижняя где-то в районе примерно 10 сантиметров от низа обязательно пуговица на талии я еще вам проговариваю о том что вы уже если будете рисовать то на отработанной выкройке которые уже не надо вносить изменения или вы делаете примерку и на примерке рисуете линию талии обязательно пуговица должна быть одна на линии талии вторая будут где-то на 3 сантиметра чуть дальше место где запахивается перед а тут уже распределяете их тут например две пуговицы должны быть обязательно где-то под грудью одна должна быть пуговица ну вообще в идеале должна быть где-то по центру груди но у нас же тут вытачка видите как как мы туда в общем когда уже померяйте и сформируете вот эту вот линию переда наметьте еще раз эти пуговицы или как мы попытаемся это сделать здесь на выкройке накладные карманы боковой шум я сказала потом я пыталась додумать как же делать заднюю половинку как ее рисовать я все-таки думаю что ну хоть чуть-чуть попри талии не нужно сделать нашим любимым медсестрам и врачам вот которые нам спасают жизнь то есть надо сделать таки они женщины они же красивые надо подчеркивать талию я думаю что все таки вот такие вот рельефы если фигура у нашего клиента с хорошим прогибом по спинке сделайте еще здесь шовчик если вам это надо будет но смотрите не перегружайте модель потому что здесь она такая как полуприлегаемая а здесь такая вот спинка прилегаемая то есть на ваше усмотрение что еще здесь я вижу значит смотрите теперь переходим тогда к выкройке я зарисовала такой как бы прообраз передняя половинка в развернутом виде а вот это вот кусочек задней половинки где нарисовала вот этот рельеф который изначально вот положил поставила хотите то что я вам сейчас нарисовала средний шовчик возьмите прогните сделайте еще раз вот эту вот линию по среднему шву тоже смотрите за вот это расстояние чтобы оно было не минимальным а помните как я вам рассказывал что берете какую-то линейку подходите сзади и промеряете расстояние вот так например 14 сантиметров а только сзади становитесь и смотрите красиво если они будут на расстоянии 14 сантиметров 7 сантиметров от вот этой линии уже простроченной вытачки по среднему шву спинки значит все значит вот это расстояние должно быть 7 не меньше значит вытачка чуть-чуть сбок сдвигается если вы ее сюда закладываете формируете так что еще по поводу начитали здесь провела линия груди линия талии там длина где-то примерно 30 сантиметров от талии прибавка как я уже говорила где-то по талии примерно 3 сантиметра можете больше давать больше давать больше давать примерку менее прилегаемый такой вот халатик делать узко халатик так можно назвать так значит нагрудная вытачка у нас перемоделирована вниз да потом вот эта линия середина переда да линия талии груди это горловина это ростов по задней половинке что я делала я брала и выводила вот эту вот линию синим цветом плавно значит вот здесь рекомендую не меньше трех сантиметров от центра переда это линия полузаноса такого и фактически чтобы вам если она вам изначально уже понравилось как вы ее нарисовали то возьмите согните вот эту выкройку и отзеркайте ее на другую сторону то есть вот эту же линию просто сгибаете и отзеркаливаете на вот эту вот сторону вот я сейчас я ее и пытаюсь ну конечно таким образом сложновато сделать даже немножечко скривили эту линию в общем вы меня поняли берете по средней линии сгибаете и отзеркаливаете мне конечно это сложно сделать на доске вот потом мы с вами что делаем нам же нужно наметить вот эти так называемые петли я же не могу прямо на центр груди на сосок поставить эту петлю значит я ее чуть-чуть выше формирую также и вот в этом месте пришиваю пуговицу а вторая петелька у нас будет вот здесь да а третье у нас вот тут под грудью приобрете вот где у нас чашка груди заканчивается где-то в этом месте ставите вот эту петельку но тоже чтобы эти расстояния были одинаковые вот раз два три четвертая пуговица у нас на талии да ну вот в данном случае у меня получилось 5 если у вас длиннее будет то длиннее вот видите у нас грубо говоря это четвертая пуговица она идет на уровне застежки кармана вот фактически вот в этом месте начинает значит просто должна быть длиннее эта конструкция чем я ее нарисовала да и вы намечаете там карман разные есть методы метки кармана там на 4 5 на 6 на 7 сантиметров а лучше одели и на клиенте прямо нарисовали нужный ему вход руки но как вы это рисуете вы берете вот он стоит и руку в карман кладет значит на этом уровне вот тут ему комфортно бывает же иногда длинные руки длиннее несну свои собственные такие выросли да уже там сформировались то есть вот смотрите как клиенту бывает кому-то слишком высоко в общем посмотрите потом что еще а по поводу стойки как мы ее рисуем вот она где-то вот здесь на расстоянии ну примерно трех сантиметров может четырех и рисуем вот такую вот ли я думаю что эту стоечку делать где-то в районе трех сантиметров высотой сейчас еще раз и и прорисую вам вот такой вот синенькой линии до 3 сантиметра шириной и вот так подкраиваете а верхнюю часть так которую буду притачивать на росток вы ее продлеваете четко по прямой параллельно середине переда но на какое расстояние на вот это расстояние вот которое вот я вам рисую промеряете по вогнутой линии наш росток да например 8 сантиметров и здесь то до 8 сантиметров от этой точки до точки плеча откладываете долевая у вас идет четко по среднему шву нашей столички вот здесь идет долевая и как она уже выложится так уже будет но рекомендую все-таки вам сначала ее померять например из какой-то там ткани хэбэшки какой-то там что хотите какой-то такой ткани чтобы она форму держала можете из нитка ну из плотного флизелина выкроете если вам там не жалко не важно из этой же ткани чтобы ее поняли и отработали потом что еще а по поводу кроя передней половинки у нас вот это вот половинка сейчас попробую ее как бы вот зашлиховать вот таким вот образом у вас вот этой половинки две штуки и все вам вот это уже час не нужно ну естественно вы что намечаете карман или сразу или потом как я уже показала нагрудная вытачка закрывается а здесь под грудью одну сначала мы разрезаем а потом закрываем на грудную вытачку где-то здесь на три сантиметра три четыре пять зависимости от параметров нашего клиента вот в общем то наверное все что я хотела сказать значит если какие-то вопросы у вас есть задавайте пишите в комментариях можете что-то там забыла рассказать ну кстати вот на мне тоже мой любимый плащ халат кардиган мое любимое вообще создание которое там где-то был мастер-класс правда там я так и не смогла вначале соединить видео с реальным вот этим вот видом этого жакета кардигана плаща халата тот который помните с двух сторон обрабатывался тканью ярко-оранжевого светло-оранжевого цвета но я ее ношу вот уже с весны я и так довольна и мне еще очень нравится что я могу здесь например по разному формировать вот этот воротник мне жарко я открыла вот так вот у меня сегодня было холодно сильный ветер я его поставила вот так что-то там жарковасто стало до стала сделала вот так то есть выкройка очень удобно очень комфортно а с ребенком так вообще замечательно и хвост и угриву что называется я его одеваю вот том числе можно вот так вот просто смотрю на видео за мной и формирую вот эту модель то есть как положите так и будет вплоть до того что можно даже то есть тут я так насчитала порядка десяти вариантов вообще выкладки вот этого воротника для меня это было очень неожиданно когда его первый раз одела думаю вот это модификация вот это мне нравится как положите то есть настолько вот это я сейчас вам скажу как в магазине обрала в каштане в россии в украине он есть типу саржа что-то так называется по большому секрету это ткань как же она называлась по типу робу что ли она стопроцентная хб но шикарно стирается вот его один раз отутюжила я теперь стираю я его вообще не утюжу многие мамы у которых маленькие дети они меня очень хорошо могут понять что надо очень-очень крайне быстро что-либо делать в общем может вы поделитесь вашей моделью если вы тоже захотите такой вот пошли пытаясь как-то еще там манипулировать хотите вот вам теплый халат хотите еще что-то рука в три четверти то можете посмотреть там этот мастер-класс а длина чуть ниже коленки там где-то в районе 68 70 сантиметров но весь же ну вообще честно была приятно удивлена результату который получился ну это так короче извиняюсь будут вопросы задавайте поделюсь расскажу задавайте вопросы может еще какую-то выкройку рассмотрим так что милости прошу до новых встреч по скриптум вспомнила что еще надо было вам сказать под борт так сказать обработки нашей вот этой рельефной такой линии переда я думаю что можно будет где-то ну максимум три сантиметра вот так подкраивать желательно ну долевую сохранять параллельно центру переда то есть долевая здесь будет идти вот так вот если вы параллельно переда будете делать ну вот центр переда то есть чтобы долевая вот тут у вас совпадало то есть конечно можете и под 45 градусов и рассложить а как-то потом выложить но я так честно говоря не поступаю я бы сделала четко под крайной естественно и росток вот здесь тоже где-то на три сантиметра так так таковая обтачка потому что все равно что надо как-то завершить эту линию мы можем просто подогнуть обмётанный край прострочить а ну что там растянется некрасиво будет но естественно мы ее с вами дублируем флизелином сначала помните я говорила сначала выкраиваем из флизелина обтачку потом я дублируем на ткань долевую здесь можете поставить хотите по долевую хотите по ширине но если у вас только ткань сильно не тянется ну чтоб хоть как-то уменьшить расход ткани вот и обтачиваете выметываете можете там на 0 5 срезать этот припуск или надсечки поделать как вам заблагорассудится я периодически об этом говорю в видео и закрепите ее отделочной строчкой хотите на 1 2 миллиметра хотите на 0 5 хотите на сантиметр я думаю что вряд ли там кто-то будет сильно против вот можете на сантиметр там например обработать можете вообще как-то так вот ну это конечно мастерства должно быть побольше можно не обтачку подкраивать например ну естественно и повторю половинки то тоже а знаете такой вот кусок ткани например три сантиметра шириной может быть даже под 45 градусов и раскроены один край выстачиваете на сантиметр второй сантиметр вы выкладываете а третий сантиметр под низ заметываете все это наметываете получается отделочной строчкой закрываете вот тогда не растянется но надо смотреть по свойствам ткани вот два варианта или под 45 градусов обрабатываете или на обтачке 3 сантиметра в готовом виде шириной то есть того 4 сантиметра вы что-то по сантиметру дадите припуск естественно тоже нашу стойку дублируем и нижнюю верхнюю флизелином или дублерином как какую вот какого качества например у вас она есть что-то еще я вспомнила что по поводу обтачки а по поводу того как же крепится вот эта вторая сторона вот это вот где мы пунктиром ее нарисовали мы же две одинаковые дела я предлагаю здесь сделать внутреннюю вот эту вот часть сейчас вам еще с этой стороны рисую к талии к боковому пришейте ленточку можете из этой же ткани когда вы выворачивали вот эти вот петельки на пуговицу просто прямоугольнички такие просто по 20 сантиметров по 25 сделать такие тесемочки одну к боковому тесемочку притачиваете а вторую к линии талии смотрите что у вас были надсечки надсечка по линии подборта но только не в готовом виде а в готовом виде метка хотя бы а когда крой идет вы должны делать всегда надсечки по талии чтобы потом можно было совместить ну естественно и по рельефу но это уже в глубь там крой я вам спускаюсь а вот и вторая такая вот полосочка с другой стороны под борта и просто наш клиент будет связывать потому что здесь как-то изнутри там какие-то пуговицы петли вы думает придумать я не вижу смысла то есть чаще всего в халатном скажем так варианте это в принципе допустимо так обтачка есть здесь обтачка и здесь я проговорила вроде бы все проговорила помню что вот забыла про вот этот подбор и права вот эти две тесемочки которые будут фиксировать содержаться 2 часть под порта наверное уже точно все если что пишите в комментариях с удовольствием отвечу до свидания